троим подписчикам и гостям я джетли сегодня вам расскажу о том как легко и быстро набрать 30 килограмм за месяц это я не про данный момент а про момент когда я начала лечить свои болячки в голове и начала пить лекарства до этого момента я весила примерно 48 килограммов когда я начала пить таблетки у меня начал расти вес и он начал расти довольно резко и за месяц я набрала 30 килограмм и в принципе это могло быть всей историей если бы у меня не началось отторжение до внутреннее отторжение своего тела потому что я не могла поверить что столько лет диет и как бы всяких тренировок коту под хвост ушли всего за месяц это было просто ужасно потому что это было не естественное да поправление на располнение а располнение за счет того что у меня случился гормональный сбой гораздо более высокого уровня чем был до этого этот гормональный сбой неминуемо случается у всех кто сидит допустим на сираквеле на респиридоне на квитиопине в большинстве случаев если ты пьешь нейролептики у тебя случится гормональный сбой и ты поправишься и тут будет вопрос в том как принять свой вес как научиться с ним обращаться потому что многие кто принимает нейролептики знают о том что если ты резко поправляешься потом очень сложно принять то что ты не влезаешь свои любимые вещи не можешь пройти там где ты проходил раньше много времени я потратила на то чтобы ужиться с этим делом и в конце концов вообще не париться насчет веса как бы да я хочу похудеть потому что я знаю что это во-первых полезно мой вес должен быть примерно 56 килограмм для того чтобы я себя нормально чувствовала по соотношению веса и роста и у большинства людей так потому что когда ты постоянно худеешь 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 ты постоянно думаешь ты толстая на самом деле ты худая а когда ты набираешь вес и потом к этому весу привыкаешь ты понимаешь что всем на самом деле похуй на то сколько ты весишь не похуй только тебе как бы вот и тебе и возможно тому с кем ты живешь или кто тебя любит тут становится все ясно в общем то и без всяких лишних вмешательств резкий набор веса зависит в большинстве своем от лекарств они от того что ты делаешь и что ты жрешь потому что я почти ничего не ела когда принимала лекарства я в день выпивала два йогурта ела одну булочку на ночь у меня была бутылка полтора литровой воды это все что я ела это подтверждает еще опыт моих знакомых когда мне осматривал врач стационаре он смотрел на растяжки и спрашивал были ли они розовыми а розовыми они были как раз когда я резко набрала вес потому что когда ты набираешь вес или худеешь постепенно кожа привыкает к этому и стягивается или растягивается наоборот но растяжек таких не оставляет поэтому он направил меня на анализы которые до сих пор не знала вот и по хорошему надо проверять кортизол и когда я пройду эти два анализа я пойму дело все в кортизоле или в том что мне пора как-то слезать лекарств начинать ходить на фитнес в принципе я и так и так хочу начать ходить на фитнес но проблема вся в чем в кэше я наверное не буду рассказывать о своих переживаниях на тот момент когда я потолстела о том что мне совсем не хотелось выходить из дома но обострелись эмоции и я постоянно смотрел на себя в зеркало и просто мне хотелось завесить все зеркала потому что не мое тело как я выглядела до этого можете увидеть его фрагменте видео где я мерю юбочку с алиэкспресс и я бы хотела чтобы вы написали под этим видео в комментариях случался ли у вас опыт приема таблеток я знаю что у многих моих подписчиков тоже есть ментальные заболевания и они принимают лекарства и мне бы хотелось узнать у кого тоже вырос вес и как вы с этим боретесь потому что я чувствую большую потребность большую необходимость в том чтобы и снизить свой вес если вам удастся в этом не как-то помочь это будет очень здорово и тогда я потом запишу когда-нибудь видео о том как я похудела и буду уверена что это видео сможет хоть кому-то также помочь пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик делитесь моими видео с друзьями подписывайтесь на телегу бусти кстати спасибо моим бустером которые помогают мне делать клип своим спонсорством и я желаю вам не только хорошее настроение но и принятие себя таким какой вы есть чтобы вы становились только лучше и становились такими какими вы хотите быть всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока